Медицинская справка превратила семейную драму в трагедию районного масштаба. В семье Андронюк случилось горе, умерла мама. Чтобы, как полагается, похоронить женщину в поликлинике, нужно было срочно взять справку о смерти. Но в помощи там отказали. В результате разразился настоящий скандал с вмешательством полиции с оружием и главы района. А родственники, у которых в семье и так случилось горе, на могиле матери плакали не о своей потере, а о бесчеловечности людей в белых халатах. Умерла мама, и нужна была справка. Чисто бюрократическая штука, чтобы сделать погребение. А вот все, что из этого получилось, это тихий ужас. Маме нужна была справка, чтобы забрать ее из морга как можно быстрее, потому что время было уже ближе к обеду, и решали какие-то минуты, ну полчаса. И, коль еще врача не было участкового, обратились по человечке за помощью в завполиклиника. Яфьяна Геева, Татьяна Алексеевна. Начала оскорблять мужа моего, всяческими словами. Он много слов говорил, на пальцах считал даже. Дурак, да я могу вас обзывать, как я хочу, вы находитесь в моем кабинете. Она на пальцах вот так считала. И, конечно, я в порыве запала, я не знала, что делать. Я говорю, сказала, да пошла ты. Вдруг идет милиция с автоматами. Я стою, говорю, ребят, пожалуйста, вот я, берите. Я прошу справку. Я тоже просил, оденьте наручники, говорю, мы поедем в СИЗО, куда угодно. У нас участковый врач выдает эти справки, но врач участковый в этот момент была на вызове. У нас понят ложки, вызов был. В милиции нас забыли, мы на улице были, сюда и в кабинет. И мы начинаем опять разговаривать. Я на колени встала, перед ней говорю, я вам вот стою на колени, нужна справка. И в данный момент, когда я уже приехал, там был действительно уже наряд милиции, значит, плачущая женщина. И, значит, около кабинета заведущая поликлиника. Ну, после вмешательства моего, конечно, ситуация там, коль, не изменилась. Татьяна Алексеевна, вот теперь расскажите, пожалуйста. Я сейчас сначала опущу главного врача. Как вы меня вынуждали встать перед вами на колени? Главного врача сначала. Может, нам папу сказать, почему так? Может, объясниться? Чтобы не было обидно всем остальным, как кто хоронит пап своих за тех людей, которые так бездушно относятся к этой ситуации. Я считаю, что просто человек понял, что она здесь царь, бог и герой. Что это она, не она находится на службе у людей, а они должны все прийти. И пасть на колени и умолять. Нельзя так работать. Почему в трудную минуту врачи, которые должны помогать людям, повели себя так равнодушно? За комментариями мы обратились к руководству больницы. Но заместитель главного врача нам пояснил, что не знал о таком поведении своих сотрудников. Я не нарушила закон. Я не заставляла ее нарушать никакого закона. Я понимаю, вы всех пожилых людей ставите на колени. Вы унижаете людей. Вы унижаете. У меня, да. Пускай напишет заявление. Разберемся по этому случаю. Естественно, пример. Кстати, обе стороны конфликта и семья Андронюк, и заведующая поликлиника обратились в полицию, чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват. Внутреннюю проверку проведет также и руководство поликлиники.